Приветствую вас, как думается мне, либо чувства у вас остались к вашему молодому человеку, либо есть какая-то более, скажем так, глубокая, что ли, неудовлетворенность с собой, может быть неуверенность какая-то, потому что то, что происходит с вами, да, то, что происходит, это в общем и целом нормально, то есть в этом, в этом нет ничего такого аномального, понимаете, какая история. Вот. В этом нет ничего сколько-нибудь странного, то есть по сути дела молодой человек не может, видимо, пережить, что вы вы раздались и он по-прежнему, по-прежнему, он по-прежнему хочет, чтобы вы там скучали по нему и так далее, и так далее. Возможно. Возможно, я в этом не уверен, но возможно так. То есть в любом случае, в любом случае, это его позиция, это его выбор и его решение. Вот. Другой момент, другой момент, да, что вас это задевает. Вот. То, что необходимо разобрать. По какой причине вас задевает то, что происходит? Вы говорите, что, ну, неприятно. Вы говорите, что вам неприятно. Вот. А что именно неприятно? Что именно напрягает, что именно раздражает. Понимаете? Вот мне думается, что нужно разобраться именно с этим сначала. сперва. То есть нужно понять то, что именно вам неприятно и по какой причине. И тогда уже, думается, мне будет всё гораздо более лучше и более понятнее. Понятнее. Вот. Вы спрашиваете нас о том, как вам поступить. И здесь, я думаю, как поступить. Ну, вы спрашиваете, как поступить. Нужно определить, как поступить, чтобы что. Что. С чего вы хотите. Что вам нужно. Что вам нужно. Образумить людей и доказать им что-то не получится. Потому что, ну, человек обижен достаточно сильно, потому что, ну, далеко не все мужчины могут безболезненно, значит, опустить свою женщину, да, и как бы позволить ей дальше как-то двигаться. Вот. Для этого нужна сила, для этого нужно мужество, для этого нужно умение признать поражение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В этом случае, конечно, отдельным пунктом идут, идут ваши друзья и то, как вы их выбираете. То есть, я хочу сказать, что друзья видят, что у вас есть какие-то сложности и проблемы и, по сути дела, ничего не предпринимают для того, чтобы вам помочь. Вот это вот на самом деле немного странно, ну, потому что они же видят, что у вас трудности, ну, так почему они сами, сами, те, кто общается с вами, да, вот, почему они не объясняют вашему бывшему, как обстоят дела. То есть, вот такой момент. Сами концов, можно вообще всем, просто всем вместе встретиться и поговорить, обсудить проблему, если уж она имеет место быть. Ну, если уж вот так получилось, да, если уж так произошло, что в такую ситуацию вы попали. Ну, так, соответственно, нужно что-то делать, вот. А вы вместо этого спрашиваете, как вам поступить. Я думаю, что с целью, с целью нужно определиться со своей целью. То есть, конкретно вот, конкретно цель, чего вы хотите, что вам нужно конкретно. Вот. И уже исходя из этого, можно будет о чём-то говорить. Вот. Уже исходя из этого, можно будет что-то вам рекомендовать. Ну, и обратите внимание на свои чувства. То есть, если вы чувствуете, что, вот, ситуация складывается так, что вам неприятно, значит, эти чувства обращены к другим людям. Да, и, ну, кому-то, и нужно оставить эти чувства им, тем, значит, на кого они направлены, направлены. Вот. А с другой стороны, если есть доля чувств, направленных на вас, вот, то, соответственно, тут нужно просто внести определенные корректировки в свою уже деятельность, в свою модель. Модель, значит, поведение, и тогда неприятно вам не будет. То есть, вопрос такой, но такой. Грубо говоря. Насколько вы осознанно подходите к, значит, отношениям. Именно осознанно. Насколько вы, эээ, сознательно подходите к, к, к отношениям. К своим. Вот. Почему расстаетесь, эээ, почему совершаете, эээ, те или иные, эээ, значит, поступки, все или иные, эээ, действия, и так далее. То есть, вот, ну, нужно вам эти моменты для себя прояснить. Чем лучше вы это сделаете, тем легче будет вам, эээ, ну, по факту, да? И, соответственно, в этой ситуации вы будете, по сути дела, победительницей. Да? Вот. Но для этого, еще раз, еще раз повторяю, нужно совсем разобраться. Вот. То есть, с вашими чувствами, вот, значит, меня, если меня интересует именно природа ваших чувств, какая она? Откуда идет вот эта вот неприя... неприязнь? Особенно, если вы ни в чем не виноваты. Ну, так, не виноваты вы, и не виноват, эээ, не виноват, эээ, мужчина, тоже не виноват. Просто, нужно, эээ, отграничить, эээ, себя от других людей. То есть, чтобы это не было, не, не было так, что, вот, вы, эээ, зависите от того, кто что, кто что делает. Ну, то, что вот другой человек делает. Вот. Знаете, для этого, ну, для этого нужно быть увереннее в себе. Вот. Если вы не уверены в себе, то это предмет для индивидуальной работы. Вот. Но, для начала, для начала, вы, если выделите именно то, как вы хотите поступить, чтобы что. То есть, вот, какая цель у вас. Вот, исходя из этого уже и будете дальше выстраивать свою модель поведения, свою модель построения отношений. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...